Мы с вами находимся в мемориальном зале Героев Советского Союза. Пройдем сейчас следующий зал. В этом зале у нас покажут партизанские отряды. Говорит Москва, войска 1-го Белорусского фронта. При содействии войск 1-го Украинского фронта после упорных уличных боев завершили разгромку. Группы немецких войск, и сегодня 2-го Баля полностью обладели историю. Пулемет Максим. Настоящий. Пальнусь бы. Партизанские мины. Ну как изобретатель? Смог бы сделать такой? Простая электрическая схема. На временно оккупированной территории Белоруссии фашисты установили режим кровавого террора, насилия, рабства. На территории Белоруссии было 260 лагерей смерти. Самый большой лагерь смерти был в 10-ти километрах от Минска, Малый Тростенец. Там было уничтожено 200 тысяч мирных жителей. В годы войны... Страшно. Ничего. Вот если бы мы были в этом городе... Представляете, все пятером на дороге среди танков. КОНЕЦ КОНЕЦ А отец. КОНЕЦ КОНЕЦ ГРУСТ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Может, гостю возьмем? Возьмем, я и обещал. Девчоночник-то, Максим. Ну, пошли. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дойfig со ... Я оставлен в городе для связи с прорезанами Будешь работать со мной Яг decide, ну какая из меня разведчиця Я в твоём возрасте уже был разведчиком Ой, батя на кухне Сейчас мы её вызовем Ребят, я сейчас. Ну что, сделали? Я думала, настоящий. Ну? Много ты понимаешь. Да что-то пальнуть. А мне ее можно? Вначале испытаем. Приготовиться. Ой, легкая кешка. Какой-то ящик тащит. Ребят, что это? Рация. Танка. Из чего болели? Уж контузило его. Хай, из пушки. Здесь настоящая пушка есть. И снарядов полно. Покажешь? Вальнем? Вальнем? Вальнем. По-моему, стрелять не стоит. Ручку вниз, вниз крутить. Мой папа из таких пушек стрелял. Я с ним на полигоне был. А если она разорвется? Она железная. Кеш, дай ей глянуть. Ну дай, Кеш. Старая крепость, как на ладошке. Говорят, склад будут делать. Видно? Видно. И я хочу. Ребят, фашисты. Заряжай. А он совсем не тяжелый. А если он разорвется? Не разорвется. Толкни гильзой. Затвор сам закроется. Все. Открыть рот. Приготовиться. Огонь. Мальчишки, ко мне. Там радиостанцию спрячем. Дети, дети, здесь нельзя. Нельзя. Стоп, стоп. Им туда. Это дочь господина бургомистра. Какого бургомистра? Люда! Идем, гостенька, идем. Люда, ты куда? Люда, здесь нельзя. Люда, куда? Детки, пошли. Спасибо. Им туда. Пошли. Пошли. А это что у вас? Это папе. Молодец. Хорошая девочка. Хорошая. Пьяница Зылёв. Это штучное тульское ружьё известного мастера Артёмова. Он когда-то сделал ружьё из дамасской стали, которое хранится ныне в каком-то музее Германии. Иоганн Карлович. Густя, ступай к себе в комнату. Очень красивая девочка. Давай сюда. Закрывай дверь. Под кровать. К стене. Густя, что это значит? Ну-с, идите. По домам, по домам. Ступай. Это ты стрелял в меня из рогатки? Паразит. Пап, а почему они зовут тебя бургомистром? Видишь ли, дочь? У нас, людей немецкого происхождения, есть свои обязанности. Доченька, чтобы я ни делал при фашистах, ты должна всегда верить в своего отца. Я не понимаю. Я ничего не понимаю. Так надо, Густя. Может быть, позже ты все поймешь. Пан бургомистр, вас там ляпки требуют. А теперь умойся, переоденься и иди к гостям. Пап, я не пойду. Густя, я тебя прошу, переоденься и иди к гостям. Я не пойду. Густя! Я никогда не пойду к этим фашистам. Гром. Какой гром? Лошадь начальника погранзаставы. Поед? Нет. Красивый конь. Надеюсь, на ваше усердие. Вот. Спасибо, господин комендант. А может, вы покажете класс? О, нет, нет. О, спортсмен Зелёв. Олег. Прошу. Давай, Зелёв. Эй, перестарался. Господин начальник, я умею, я докажу, кто такой спортсмен Зелёв. Первая неприятность, господин Клем. Держи-ка я! Известные обстреляли бомбо-склад. Стой, да вот тяни. Радиостанцию принесёшь ко мне сегодня вечером. Ты думаешь, она принесёт? Куда же она денется? Радиостанцию? Завтра? А завтра около комбинатуры будут сдавать приёмники. Там мы и поищем батарейки. Хорошо, если найдёте, придёте к бабке. Лёвку надо с собой взять. Точно, без него мы ничего не сделаем. Я же говорил, нет тут никаких батареек. Смотри, Лёвка. Точно, без него. Смотри, Лёвка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Почему ушу с поста? На место! Должен мне, командир! Дуй отсюда! Давай сюда валенки. Ножку, Гром. Ножку. Гром, Гром. Ножку. 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 Да не прыгайся ты. Завязывай. Завязывай. Доброе утро, ребята. Здорово. Ничего особенного. Пришел зырь и говорит, цыгане это все цыгане. Они всегда лошадям копыта обвязывают. Давай лошадь. Все же, все же тебе лучше не приходить к нам. Еще отец знает. А что отец? Может быть он хороший человек. Вы же не знаете? Хороший человек. Бургомистр. Ну я же выполнила задание. А испытание на огне выдержишь? На огне? На огне. А ты сам выдержишь? Я же не девчонка. Ты думаешь, если девчонка так и не выдержит, да? Конечно. Посмотрим. Хорошо. Идем, Кузя. Пошли. Кто выдержит, тот и будет в нашем отряде. Один за всех, все за одного. Клянусь. 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 Не бойся, не больно. А я и не боюсь. Клянусь. 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 Мне о нем бабка рассказывала. Она когда-то здесь прислуживала. Пока вы в городе сидели, я сюда с поля боя многое перетаскал. КОНЕЦ А что в этих ящиках? Покойники. Давайте откроем. Ой, не надо. Посмотрим, что там. Откройте. Ну что, струсили? Давайте сюда. Все исправны. Наделаем шоу? Нельзя, это партизан. По-моему, уже и есть партизан. Завтра ночью грузимся. И в лес. Ух ты, настоящий. А он исправный? Исправный. Вот бы им еще радиостанцию привезти. А батареи? А я знаю, где можно достать батарейки. Если попадусь, только один. Тебя, кто? А батареи? А батареи? Ну что, это партизан. Тебя, ты, сам? А батареи? А батареи? А батареи? ПОЁСМУ snowball! ПОЁСМУ ПОЁСМУ КОНЕЦ 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 Я пойду, я спасу его, я скажу папе! Сядь, ты провалишь всех! Ну я пойду, я честное слово спасу! Сядь! Аклянка! КОНЕЦ 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 Подойди сюда, мальчик. Тебя били? Но ведь ты сам виноват. Воровать нехорошо. Вы знаете этого мальчика? Да. Он, кажется, дружил с моей дочерью. Кажется. Имею должить, господин лейтенант. Этот мальчишка звать Иннокенович, по-нашему Кешка. Возраст 12 лет. Каждый год приезжал к бабке на хутор. Особо имею доложить. Сын красного командира. А зачем ты украл это? Может быть, эти батареи понадобились дочери господина Клема? И вы не знаете. Зачем ты украл эти батареи, Кеша? Посмотри мне в глаза. Для фонарика. Для фонарика. Он украл их для фонарика. Тебя больно били, мальчик? Ты ведь знаешь, мы можем заставить говорить любого. В тюрьму. Не кормить, не поить. Пусть подумает. А когда заговорит, накормим. И водички дадим. Увести. А Кешка все твердил, что батарейки нужны для фонарика. Но его все-таки посадили. Придумаем что-нибудь. Хвост. Зылев. Юзик с ним. Ребята. На печку. Быстрее на печку. Быстро, быстро. Папа говорил, что Зылеву гестапо дало задание. Данила, будь осторожен. Добрый вечер, Данила. Здорово, Зыль. Да, горе, 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 горе. Одним снарядом всю семью. И полхаты. Плотничаешь? Плотничаю. Ну, правильно. Плотничай, плотничай. Хозяином остался. Ну-ка, садись. Садись, садись, садись. Разговор есть. Вот какое дело, Данила. Кешка попался. Как попался? В комендатуре сказал, что батарейку украл, чтобы продать. Спасать надо Кешку, Данила. Спасать. Сможешь. Боишься? Данил. А? А как? Ну вот, сегодня в три часа ночи я тебя буду ждать около комендатуры. Сверим часы. Отстают немного. Это тебе. Молодец, что согласился. В руки, Данилка. В руки, быстрее. За чем? Тише. Молчи. В руки, Данилка. В руки, быстрее. Тише. От пана бургомистра. Юный партизан. От пана бургомистра. Юный партизан. Тише. На, куару. Тише. А. Да, куаар. Субтитры создавал DimaTorzok Так, порядочек. Все в аккурате. За мной. Ауфидер Зейн. Только об этом никому. Ясно? Батареи, батареи. Из этих дурацких батареек чуть все не провалилось. Данила, он же не виноват. По-моему, я не виноват. Не виноват. Уж давно в лесу были бы. Воевали бы. Ребята, по-моему, надо еще остаться здесь. Это почему? В старую крепость фашисты возят боеприпасы. А все ходы и лабиринты мы хорошо знаем. Я уже разработала схему. Нины, нужен только твой будильник. Отличное дело. Но нам надо уходить теперь. А то Зель и Юзик могут нас проследить. Все же, все же мы еще останемся на пару дней. Лагерь только строится. Охрана, видимо, небольшая. Надо разведать. Пойдешь ты, Левка, Максимку возьмите с собой. Малые, меньше подозрения. А тебя надо перекрасить. Знаешь, для маскировки. Ясно? Понятно. А что, надо будет что-нибудь взрывать? Придумай, что было больше шума и огня. Ну, спи, спи. Заснешь теперь. Спи, изобретатель. На, вытирай. Послушайте меня старую. Послушайте. Я в эту химию не верю. Этим раствором всегда моя мама волосы красила. Вот, вот, простое народное средство, проверенное. Ну, мы сами знаем, как красить. Ну, поглядем, поглядем. Дай флакон. Надни голову. Закрой глаза. Тихо, тихо, вы, скакуны. Левочка, Левочка, не расстраивайся, детка. Вот, я зараз своего настою зараблю, будешь белый, я кромашка. Лови! 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 А-а-а! Левочка, 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 левочка. Субтитры сделал DimaTorzok Вот черт! Но где же они прячутся? Послушай, а может в этих развалинах? Да брось ты! Где тут прячешься, а? Чует мое сердце. Вот посмотришь. Смотрите внимательно. Какая яма! Четыре вышки на двух прожектора. Охрана, видимо, небольшая. Слева хороший бугор. А в домике? Кешка говорил, что за ним у фрицов. Бочки с бензином. А людей сколько? Чесовой. Рыбка, рыбка! На хлеб, рыбка! Хлеб! Хлеб! Брод! Фриц! Фриц! Брод! Хорошо, рыбка, хорошо. Хорошо, рыбка, гуд, гуд. Дай, дай, дай хлеб. Много таскаль, много таскаль, понималь? Много. Понималь, понималь. Мы таскаль, а ты лопаль. Умный малчик, гуд. Дай, дай. Дай, дай. Знаю. Давай сюда патроны. Предупреждаю всех, палить столько вверх, чтобы не поранить людей в лагере. Поняли? Ты за пулеметом. Ясно. Ну, Гром, пошел, пошел. Стрелять только после прожектора. КОНЕЦ 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 Если бы гром не остановился, мы бы вас не заметили. В партизаны прямо думали махнуть. Сегодня с бабкой вас отправим. А у нас еще дельца есть в старой крепости. Дяденька, а вы полковник? Судя по возрасту, полковник. И вы Рашилова видели? Видел. Как тебя. Я помню, выбегаю с манежа. Смотрю, стоит Климент Ефремович. Весь в орденах. Руку пожал. Мы тогда в Сочи выступали. Вы артист? Артист. 30 лет в цирке прослужил. И до полковника дослужились? Нет, ребята. Эта гимнастерка не моя. Это одного большого инженера. Его преследовали в лагере. Нужно было спасти. Я взял и одел его гимнастерку. Вот и били. А я фокусник и гипнотизер. Данила, Данила, молодцы. Ворошиловские стрелки. Чапаевцы. Всем орден Красного Знамени. Бей фашистских оккупантов. Молодцы. Дай поцелую. Что с тобой? Ты ранен, Данила? Зубы болят. Ну, лечить надо. Куриным пометом пробовал. Ты что, Зель? Где ты теперь кур видел? Ну да. Ну да, не ранен, слава богу. Хуже раны. Всю ночь мучился. Чапаевцы. Фу. Я думал, это за вами гестапо по всему городу бегает. Тут такой шум был. Лагерь разгромили. Людя по всему лесу разбежались. Ну, а где наш красный командир? Я за ним Юзика посылал на хутор. Но его нет нигде. Какой командир? Кешка. И вовсе он не командир. Ну, значит, будет командиром. Это я тебе говорю. Так болит. Угу. Ну, я тебе у фрицев одеколон достану. Кешку надежно спрятал. Никуда я его не прятал. Зель, а бургомистр тоже с вами. Клен? Мы видели, как он лошадь передавал. В валенках. В валенках? Партизанам из Даньковского леса. Врешь! Голенище отрезал и в саду закопал. Вот. Правильно. Вот конспирация, а. Но только об этом. Понял? Угу. Привет. Отдыхайте, отдыхайте. Рассчитал? Все точно. Дай сюда. По-моему, мины получатся. Какая мина, ребята? Будильник? Это вы, дядя, не беспокойтесь. Мы играем. А если сказать ему? Кеша, со взрослыми лучше не связываться. А в крепость опять дрова привезли. Только сверху дрова. Под ними бомбы. Много? Восемь машин. Операцию назовем Будильник. Что это вы там затеяли? Это, товарищ артист, военная тайна. Доброе утро. Здравствуй. Садись. Рассказывай, где была ночью. Ну, что молчишь? Костя, ты всегда говоришь мне правду? А ты? Ну, у взрослых есть свои тайны. Только у взрослых? Значит, у тебя есть тайна? Я этого не сказала. Анна, ты тоже так разговаривала со своим отцом? Нет. Я всегда говорила папе правду. А он? Странные дела творятся в городе. Вдруг украли моего коня. Вчера какие-то вооруженные люди совершили нападение на лагерь. Недавно из тюрьмы выкрали кешку, которого я и так собирался выпустить. Ты хотел его выпустить? Я же вам говорила. Так вот мое решение. Окно, через которое она по ночам куда-то убегает, забить. Ее в комнату и на ключ. Иначе все попадем в гестапо. Максимка! Видал? Да. За ним! Давай. Никого нет. А где же малой? А если они в старый склеп проникли? Там золотишко должно быть, юзик. Эй. Отстань. Стой тут. Придется провести операцию в будильник без гостей. А клятва? После операции выкрадем гостю и вместе с ней идем в партизаны. Принято единогласно. А электрическую проволоку? Электрическую проволоку можно раздвинуть резиновыми висланками. В кузне. Два куска есть. Правильно. По-моему, лучше не лезть в крепость. А подсунуть мины в кузов пошиве. Пролезем. Крепость мы знаем как своих пять пальцев. Это опасно. Безопасности и войны не бывает. Максим, зачем ты опять рогатку делаешь? Ну ведь вы мне пистолеты не даете. Пистолетов у нас только два. Ты будешь за наблюдателя. Лапки вверх тянет. Давно мы с тобой, Максимка, не виделись. А ты, Данила, оказывается, хитрец. Зубки болят. Конспиратор. Но Зылёва не проведёшь. А ведь не господин Ляпки, не господин Клем, не даже сам шеф гестапо не догадывались. Никто. Зылёв всё понял. Зылёв следил. Зылёв ночей не спал. Зылёв. Бандиты. А место! Ах, Данила, Данила. Смотри. Нападение на Зылёва. Ты знаешь, что за это бывает? Знаешь. Сейчас я вас построю парами. Смотри. И мы потопаем с вами в полицию. Железом сжечь будут. Командирские жилы из вас вытягивать. И не поможет тебе, Лёвочка, твоя белая прическа. Смотри. 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 Ты никогда не видел такого креста. Он из чистого золота. Если ты будешь меня слушаться, он будет твой. Твой. Ты спишь, ты устал, ты сделал своё дело, ты заслужил этот крест. А сейчас ты маленький. Сколько тебе лет? Одиннадцать. А что ты сейчас вспоминаешь? Я повесил кошку в амбаре. Встать! Встать! Как тебе не стыдно, скверный мальчишка. Иди! Иди. Иди. Ты на речке. Жаркий день. Тебе очень жарко. Ну, раздевайся. Вода! Под ногами-то вода. Прячься скорее. Ах ты, грабитель. Ну, ты нашёл своё настоящее место. Плыви, Зылёв. Плыви. Плыви к своему концу. Ну, а теперь спать. 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 Зиль. Зилёвок. На кого же ты покинул своего юзика? Зиль. О, Господи. Кто же тебя так? О, слава Богу. Да там, бабушка, полицаи увязались. Пришлось их усыпить. Царство им небесное. Ну, ребята, прощайте. Жду вас в отряде. Мы придём. Мы только гусью выращим и придём. А я расскажу о вас. Спасибо. До свидания. До свидания. До встречи. Ну, Ромушка, пошёл, пошёл, пошёл. Раздавайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Приготовились? DimaTorzok 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 DimaTorzok